Существует множество способов изучения иностранных языков Как правило, большинство так называемых учителей утверждают, что их метод работает, а все остальные методы не работают Ну или там, какие-то наши методы работают, а методы всех других, они все уже устарели, они все неправильные и ими пользоваться не нужно Почему так происходит? Что я думаю по этому поводу? В первую очередь, занимаясь языком какое-то время, ну довольно долгое время, если говорить про русский язык, то это очень долгое время Если про английский, то не такое уж долгое, но тем не менее Я понял, что работают абсолютно все методы, то есть какой бы метод вы не встретили, какое бы упражнение для совершенствования языка вы не нашли, они все работают Поскольку каждая из них когда-то была создана кем-то, придумана и использована для того, чтобы совершенствовать свой язык Но при этом нужно обращать внимание, что конечно же все эти рабочие методы, они работают не для каждого То есть кто-то может найти один метод, который, например, приведет его за несколько месяцев к безупречному произношению или к пониманию текста Ну или к какому-то более высокому уровню языка, чем тот уровень, на котором он находился прежде Кто-то может найти тот же самый метод, и этот метод его ни к чему не приведет, а наоборот только отобьет у него желание заниматься языком И в конечном счете он бросит и скажет, вот язык выучить бесполезно, либо я на это не способен, либо так вот устроена человеческая психика И она не способна, ну в принципе то же самое, что я на это не способен Вот, в чем здесь различие, на что нужно обращать внимание Язык изучать очень легко Нужно просто понять, что изучение языка это не грамматика, это не фонетика или что-то еще Изучение языка это изучение языка Еще раз, изучение языка это изучение языка Что нужно делать для того, чтобы изучать язык Все, что угодно, все, что нравится тебе, то и делай Не концентрируй внимания ни на чем определенном Занимайся тем, что тебе доставляет удовольствие И ищи, ищи в изучении языка что-то, что могло бы стать для тебя более интересным По сравнению с тем, с чем ты уже в данный момент занимаешься То есть, что бы ты ни делал, примерно можешь думать в таком направлении Я занимаюсь языком один час, но при этом из этого часа каждый день Я 10 минут уделяю на то, чтобы искать более совершенные способы изучения языка Каждый день по часу и 10 минут еще, или 50 минут занимаюсь И 10 минут выделяю на изучение новых, более совершенных способов И стараюсь их использовать, что-то, что мне нравится Использую, соответственно, что-то, что мне получается делаю То, что не получается, не делаю Ну и такой метод, такой способ, он постоянно будет приводить к расширению твоего сознания В изучении языка То есть, ты будешь находить все более продвинутые способы Или наоборот, будешь все более устаревшие и бесполезные способы находить Но тем не менее, ты будешь учиться различать между тем, что работает и что не работает для тебя лично Поскольку каждый человек, который изучал язык, он, в принципе, внес какой-то свой вклад в его изучение Вообще, в изучение языков И этот вклад, в зависимости от того, что это был за человек, мог быть большим или маленьким Если ты, например, находишь какую-то значимую технику для себя Ты можешь потом также придумать свой метод, который поможет другим людям изучать язык Или, может быть, ты наоборот придумаешь метод, который только тебе будет помогать, а другим не будет помогать Но, тем не менее, он будет тебе помогать и это будет продвигать тебя вперед Изучай язык, придумывай новые методы Все, батарейка села и я заканчиваю на этом Сейчас Сейчас Сейчас